Всем доброе утро, холодрыга. Я уже закуталась просто в свитшот, потому что очень холодно. Нужно, кстати, нужно включить отопление. На это мне надо подняться, по-моему, на этаж ниже. На этаж выше нет. На этаж выше только крыша. Хочу сделать себе завтрак. Вот сейчас зимой, ну как зимой, осенью, да, но я имею в виду как похолодало. Вот здесь на балконе, там где наша кухня, прям чувствуется, что очень холодно. Посмотрим, как будет зимой, потому что летом здесь было очень жарко за счет того, что нагревалась крыша балкона. Сейчас очень холодный пол и здесь прям прохладно. Так что нужно срочно включать отопление, но я буду сейчас делать завтрак. У меня сегодня много задач, которые нужно мне выполнить, успеть. И я сейчас даже напишу себе план, чтобы все сделать. Когда пишу план и ставлю галочки, вот реально так гораздо легче. И так я успеваю сделать все, что мне нужно. Когда это просто держится в голове, то это просто каша какая-то. И я начинаю распыляться, хаотично что-то делать и толком ничего не успеваю. Представляете, сковородка, которую мы купили, она не подходит к нашей плите. Хотя здесь указано, что она подходит для керамических плит, но плита ее просто не принимает. Так обидно. Короче, нужно будет ехать сдавать. Вот пока чек, все лежит на месте. Что я делаю на завтрак? Кстати, вчера я делала сырники, но вот тут все, что осталось, кто-то съест сейчас. Хочу сделать яичницу со шпинатом. Порежу помидорчик, авокадо. И здесь у нас заселенная рыбка. Вот мы уже очень много съели. Безумно вкусно получилось. Вот осталось три кусочка. Вот, так что будет у меня такой завтрак. И чай с лимоном. Сейчас очень-очень хорошо заходит вот этот Гринфилд, который я покупала. Прям вообще супер. Немножко планы поменялись. Сейчас придет ко мне гости кумак. Так что будем завтракать вместе. Ну, все по той же программе, только плюс еще порция. Сейчас еще узнаю у девчонок, что у них кушать будут. Потому что все. Начались каникулы. Ритуля дома. У Кати сегодня выходной. Так что мы тут большой женской компанией. Так, посмотрите. Красоту такую сделала. Осталось только сделать яичницу. Но жду, когда Оля даст команду, что она уже идет, чтобы она не остыла. Это Катюшина, потому что она рыбу не ест и авокадо. Вот, а это наши тарелочки. Ну, и у нас будут тут омлетики еще. Ой, девчонки, читаю комментарии под вчерашним видео. Самая моя любимая рубрика – это «От чего же может устать неработающая женщина?» Или еще меня любят называть «Неработающая дама». Друзья, найдите для себя работу мечты, и вы не будете больше не работать ни дня. По-моему, Лобковский или кто-то говорит. Да, я с ним абсолютно согласна. И больше я как бы ничего комментировать не буду. И точно это не повод для оправдания. Но, сами понимаете, та работа, которая является твоим любимым делом, ее сложно же работой назвать. Хотя тратится на нее тоже много времени, много сил. Хотя многие думают, что, например, создавать видео – это же так просто. Это совершенно не занимает времени. Не нужно придумывать, не нужно думать, о чем сказать. Но почему же тогда вы не можете стать блогером, которого смотрят десятки тысяч людей? Наверное, не просто так, правда? Это просто лирическое отступление. Но это моя любимая рубрика. Если ты нормальная, я хоть бы сказала. У нас домашний бой, все нервничают, такая что? Я тоже, извините. С синяками под глазами, с невытой головой вообще. Слушайте, ребят, скажите, что все нормально, все утром не идеальны. А мы все, по-моему, очень даже неплохо для утром выглядим. Все утром не идеально, особенно если проснулись полчаса назад. Нормально. Нормально назад. Все прекрасно. Сейчас мы, как позавтракаем в рисунках. Ух ты, а чей-то розовенький ноутбук-чехол? Мой, да. А, это ты чехол на него купила, думаю, блин, я еще ноутбука в розовом цвете и увидела. Да, это чехол. Да, я понимаю. Он маленький, как его флотшет, реально. Да. У него ты главный дюймон, наверное, да? Ну нет, у меня... Нет, это не пятнадцать. Да, тринадцать. Тринадцать. Тринадцать, да. У меня планшет пятнадцать, да? Ой, тринадцать, да. Знаешь, смотри. Ничего себе. А Катя не завтрак, но я... Катя вот, как ты тоже. А, так, чтобы не попасть в кадр? Катя будет теперь там, где-то сбоку, только слышно. А мы будем вот так вот, знаешь, Катя, натянись, натянись. Так, сейчас у нас яйца. Точнее, я тебе пишу, чтобы узнать, когда ты будешь, чтобы яйца приготовила. Я же тебе говорю, я не смотрю. Я вообще почему-то пошла в тот дом, в тридцать четвертый. Так я захожу, я говорю, в 148-ую квартиру. Она мне открыла, а потом меня догоняют в лифте. А вам какой дом нужен? У меня еще нету в 148-ую квартиру, не знаю. Может, она не на 20-ом этаже, по идее, кичи, так же должно быть. Я не знаю. Ну да. Я говорю, мне нужен в 136-ую. Так это не тот. Кума принесла кофе. У вас, кстати, есть такое? У меня тоже проблема с запоминанием. Нет, дом-то я помню, потому что я в нем жила. Они же похожи, реально. Я не запоминаю, хотя много лет мы ходим друг к другу в гости, я не запоминаю номер квартиры и иногда путаю этаж. Причем это относится ко всем. Это не то, что там обидно. Поэтому я, например, абсолютно нормально отношусь к тому, что мне кума может написать, какая у тебя квартира. Нет, ладно, я-то переезжаю постоянно. Но я у нее тоже спрашиваю постоянно, какая квартира. Вот какая у тебя квартира? Я сама забываю, какая у меня квартира. Я просто все зрительно помню, понимаешь? То есть у меня зрительная память хорошая. И если бы не консежки, которые спрашивали номер квартиры, я бы знала, как подняться. То есть я помню зрительно кнопку нажимать в лифте. И где находится дверь. Вот такие дела. Но я не помню именно цифры. Сейчас будет красота. У меня цифра нереально. У меня тоже номера квартиры, это вообще не про меня. Улица, номера квартиры. Так, показываю готовый результат. Вот такой у нас завтрак. Сейчас дожариваются остальные яйца. В общем, нам приятного аппетита. Оля уже ушла. У меня была 50 минут проходила встреча, видео встреча с представителем магазина корейской косметики. Мы будем в понедельник проводить вместе эфир. И, в общем, обсуждали структуру видео, кто что будет говорить. Также мне прислали много средств на тестирование. То есть у меня неделя, чтобы все попробовать, чтобы понять структуру, изучить составы, изучить свойства. В общем, мы сейчас как раз 50 минут сидели, обсуждали, общались. Мне нужно сейчас сходить договор, распечатать, подписать, отсканировать, отправить. Я смотрю, составила себе план, потому что мне так гораздо проще. Доснять сегодня еще влог, тоже отредактировать. И, в общем, там еще какие-то вопросы тоже порешать. Уже более бытового характера. Но тоже сегодня нужно все успеть сделать. Слушайте, ходила в магазин и реально забыла поснимать. Потому что так как-то все быстро-быстро-быстро. В общем, сейчас покажу свою классную обновку. Очень-очень давно хотела себе какие-то стильные сапоги. Недавно я купила себе ботинки осенние, вот, черные, ходила во все свои. И, в общем, потом заглянула, это бренд Gem, заглянула к ним на сайт. И, в общем, ботинки мне очень понравились. Почему я пошла еще к ним за сапогами. Заглянула на сайт и увидела сапожки. В магазине, кстати, их не было. Когда я увидела, я просто влюбилась, потому что я именно такую модель себе и хотела. И оказалось, что у них их магазин есть еще и у нас недалеко на районе. Поэтому я вот сегодня сходила, заказала, чтобы мне привезли несколько размеров померить. Если ботинки мне подошли 38-й, то сапоги 39-й и нужно левый немножко разносить. Он как-то мне более плотно сидит, чем правый. Но я не смогла уйти без них, потому что они, конечно, выглядят очень классно. Вообще, хочу, как только соберу там свой гардероб осенний-зимний, я сниму обязательно. Я надеюсь, что у меня получится снять такое видео. С такой моей небольшой базовой капсулой, потому что я хочу минимум вещей и максимум комфорта. В том плане, что все должно комбинироваться. Вот такие сапожки мне очень хотелось именно в эту базу взять. Девчонки, а кто знаком с вот этим брендом? Я как-то брала такой порошок жидкий для стирки. Сегодня вот взяла в Еве также порошок и ополаскиватель и увидела средства для мытья посуды. У них цена какая-то очень такая невысокая у этих средств. Не помню, была ли я в восторге от шампуня, хотела сказать, от порошка. Вот надо сейчас закинуть стирку, проверить, вспомнить. Ну, решила попробовать, взяла и средства для мытья посуды, и ополаскиватели, и порошок. Сейчас буду стирать. Вообще нужно уже готовить еду, ужин, поэтому буду, наверное, заканчивать влог. Кстати, Илюшеньку записала на завтра на стрижку малыша. Будем стричь. И вообще нужно ему сделать чистку зубов, потому что зубки у него уже шатаются, и некоторые выпадают. Тоже буду, наверное, заказывать услугу, чтобы зубки почистили. На этом, наверное, буду с вами прощаться. Спасибо большое, что провели небольшой промежуток времени сегодняшнего дня со мной. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо вам за вашу обратную связь. Илюшенька, как обычно, пьет водичку или кушает в это время. Это просто классика жанра. Кстати, прочитала комментарии по поводу того, что у меня мимика неактивная, что у меня слишком много ботокса. Это вот еще по поводу комментариев. Ребята, я ботокс колола весной, и он давным-давно вышел. У меня лоб сам по себе не сильно активный. То есть он у меня такой, можно сказать, натянутый и сам по себе. Поэтому ботокса у меня нет. Все мои морщинки со мной. Ну, нету мимики, значит, нету мимики. Такая я. Все, на этом заканчиваем. Все, пока-пока.